Волгодонске случился транспортный Коллапс, которого не ждали С начала сентября жители города столкнулись с огромной проблемой С утра они просто не могут уехать на работу, а вечером попасть вовремя домой Оказалось, что в Волгодонске количество автобусов уменьшилось почти в два раза В чем причина этого? Как сообщили в департаменте строительства и городского хозяйства Транспортная реформа была перенесена на месяц С 4 сентября на 1 октября А часть перевозчиков отказалась отрабатывать этот срок Просчитанная нами до этого ситуация изменилась уже в ходе перевозок После 4 числа и на линию не вышли те транспортные средства, которые мы предполагали Безусловно, это серьезное действие, повлекшее негатив и возникновение Чего? Социальной напряженности Среди граждан, которые не смогли вовремя попасть на работу, отвезти детей И столкнулись с проблемами некомфортного пребывания в автотранспорте, так скажем В связи с чем администрация, в общем-то, приняла предварительные меры, но они предварительные То есть дисциплинарной ответственности на сегодняшний день привлечены работники отдела транспорта Департамента строительства городского хозяйства Ну и, в общем-то, с учетом того, что замечания и неудовлетворительные оценки В отношении работы этого подразделения были и ранее Мы сейчас рассматриваем меры о возможных и кадровых, и организационно-штатных изменениях Для того, чтобы это подразделение в департаменте у нас свою функцию исполняло более качественно В этой связи хочу сразу принести изменения как от лица администрации, так и от руководства департамента строительства городского хозяйства гражданам За то, что такая ситуация была допущена В результате вместо девяти компаний пассажирскими перевозками продолжили заниматься только четыре Как следствие, огромное столпотворение в оставшихся автобусах Несоблюдение масочного режима и резко возросшая угроза заразиться коронавирусом в автобусе А что думают об этом волгодонцы? Узнаем в нашем репортаже Езжу на такси утром, потому что проблемы с транспортом Я пришла на остановку, в автобус не влезть, маршрутки полные Ждем минут 20, полчаса, 22-й за шутку Безумно плохо Очень неудобно долго ждать Приходится стоять в автобусе Идей много? Да, стоим с ребенком Безумно неудобно Тут по 40-50 минут сидишь Приходишь, опаздываешь, даже за час выходишь, что иногда не можешь уехать 22-й, 12-й их вообще никогда не бывает Ну и в летний период работа транспорта оставляла желать лучшего Но после первого вообще непонятно такое впечатление, что сбились все графики И там, где они ходили часто, скажем, 22-й, 51-й, они вообще не ходят А там, где, скажем так, может быть, они ходили реже, идут один за одним С утра можно вообще не залезть в автобус Вообще То есть вплоть до того, что люди стоят на ступенечках И двери вот так приоткрыты, потому что их невозможно закрыть Потому что, извините, спина сзади Если это не новый автобус, то остальные все автобусы, 51-й, просто в ужасном состоянии Это вплоть до того, что отваливаются стулья, грязь То есть присаживаешься там весь грязный Потом встаешь там в белом, невозможно проехать То есть то же самое пыль везде На ручках, на окнах, везде А если вам нужна реклама ваших автоуслуг Или вам есть что рассказать в рубрику «Блондинка за рулем» Звоните или пишите в WhatsApp Телефон указан в тексте «Блондинка за рулем»